Вот мы пришли на Андреашин лог. Сегодня у нас 27 сентября 2016 года. Ветер, плохо слышно было, я знаю, что я стою рядом здесь. Володя Паченко согласился проехать по местам. Я оставляю здесь зарубки, как бы память. Вот мне приходилось в жизни быть участником второстепенным и главным в разных фильмах. Вот есть один фильм «Златоуст из Потеряевки», прямо посвященный мне. Это Владимир Кузнецов поставил этот фильм, и он занял среди документальных фильмов первое место в России. Это от Красноярской студии, это Свердловская, Красноярская студия документальных фильмов. Снимали его как раз вот здесь. Фильм «Причувствие» его же, занявший первое место на международном киноконкурсе. Фильм снимал, приезжал Малашин, но он полностью посвящен тому, что я говорю. Называется так «Второе крещение» или «Глаз вопиющего» Юрий Николаевич Малашин. И приезжали вот сюда, а я им говорю, тут особое воспоминание. Вот мы тут пасли, и отец говорит, это Редькинский пруд. Вот его, вот здесь вот, где его кусты, очевидно, здесь плотина. Сейчас надо посмотреть, где, примерно здесь. Это, говорит, их заимка была. То есть они тут не постоянно жили, а может быть летом. Вот я показываю, ямку рыли они. Рыли в ручьевую. Это 80 лет назад, примерно. Ну вот оно. Вот я сейчас спускаюсь сюда. Ясное дело, что на уровне груди, вот где, это где-то метр тридцать. Это сейчас, 80 лет спустя. Тут на метр может быть трава. У меня на это написано стихотворение, как я представлял, как у них тут были гуси. Как они прудили это все. А вот здесь вот росло две березки. Вот здесь вот ложок такой, он там право, его не видно. И отец рыл колодчик. Колодчик узенький. А как он? И он туда опускался, отец, вот этот колодчик, вниз головой. Я видел только ноги его одни. И как он оттуда локтем упирался, чашка оттуда почерпнет грязь. Выползет оттуда, взад пятки. Выплеснет и опять ползет туда в нору. Вот как это все доставалось. А я, видимо, то ли совсем маленький был, он меня почему-то не посылал. А вот здесь была грань. Грань потеряевской видной земли. Вот столбики такие стояли, ну, как граневые. Два столбика. И на них часто там копчики ели. У них там кузница своя была. Обедки там птиц, сусликов, что они ели-то. И мы уже знали. Это первый столбик, второй. Ну, а третий, это уже здесь рядом. И здесь колодчик. Вода была студеная, хорошая. И отец его выкопал. Она и в пруд не попадала, и не высоко. И оттуда родничок бил. Как копал он весь в грязи, это я очень хорошо помню. Тихон Дмитриевич, инвалид Отечественной войны, без руки. Ему руку оторвало только кисть под Рогобушем в Смоленской области. Сейчас мои племянники, Марк Калашников, нашел, нашел, кем он был, когда получил какую награду, как воевал и где был ранен. И все-все данные Тихона Дмитриевича, год рождения, все указано. И три дяди материны у меня погибли. Артиллеристами, говорит, были. Теперь документы нашел на двоих примерно. Памятные книги пишутся. Это очень хорошее дело кто-то делает. И отец все рассказывал. И вот здесь вот я говорил сам, и видно, что говорил со слезами, а я сзади сидел и заливал со слезами. Мне до того жалко этих людей было. Жили мирно, вдруг пришли. Свои же потеряевские, Кочкины, Кондины. Ну, нищета, лень. Перекатная, говорит, голыдьба. Дрань подзаборная. Как про них писали, они, говорит, готовы, дайду где-то лисину-то. Окно выстоит и в русскую печь толкает. Она сгорает, опять проталкивает, чтобы не рубить, не пилить. В окно. У нас наше окно тоже было напротив. Но мы всегда. Отец рубил, а мы пилили. Нас по-другому приучали. И вот здесь второе. Мне почему-то кажется, что что-то тоже было. Так просто здесь и растет. Здесь обязательно что-то было. Ну, да. Вот здесь небольшое. Видимо, погреб был. Редькиных. Но Редькиных было две семьи. А на ней жил, я уже не знаю его родителей, кто они. Это надо мне ехать в Корчино. У Семена Сеськова спрашивать. Он, может быть, знает. И вот они, представьте, здесь запрудили. А дальше она разливается широко. Смотри, насколько там шире-то. А они взяли самый узкий перешеек. Это все было, конечно, у них залито. Это вода. Конечно, где вода, там рыба. Это Редькинская заимка. Кому они мешали? Ну, так разве-то можно так жить-то? Его в коммунизм надо, а он не идет. Его в Нарым и все згноили. Это ни один Гитлер, ни один Чингисхан, ни Атила, ни Аларик, ни Наполеон. Никто этого не делали. Что эти изберги рода человеческого большевики-коммунисты сделали? Уничтожили русский народ. Народ. Не только страну. Я уж не буду говорить боязно, если скажешь о ком-то хорошо тут. Ой-ой-ой. Готовую получили или разрушили. Готовую. Как говорят исследователи, к 1936 году Россия была бы первым государством в мире, если бы не революция. Такими темпами все развивалось. И вот здесь мы пасли, и когда перегоняли туда, а видно Корченская было, и отец говорил, эта земля не наша. Но они тут не пасут после пахоты, там разная сурепка, коровы хорошо ее едят. И помню, тогда линия только проводилась, а мы вон там подогнали, и стоит вагон какой-то. Чего он мне нужен вагон-то? А вот интересно было. Я заглянул, поднялся, а там уголь. А угля не так много. Ну зачем внутрь-то лезть это? Ну отец не слышит, он контуженный с войны был. Где-то пасет здесь. Ну а я с той стороны, чтобы коровы не зашли. Я спрыгнул, она рассыпалась уголь-то. Я теперь до края-то не могу достать-то. Я в вагоне сижу, кричать, кому кричать? Только к небу. Вот где рождала Сибирь. А отец не слышит, он вот здесь вот. А я вон где. Где он, железная дорога-то? Ну что делать-то? Я понял, что делать. Собирать которые покрупнее камушки, складывать их, и потихоньку-потихоньку по нему попытаться залезти, как лягушка. В кринке с молоком-то. Дрыгала ногами-то, и масло на масло толкнулось и вылетело. И я так же. Наконец вылил, теперь как огня боюсь. А говорили, когда поезд идет, то людей засасывает под колеса. И когда поезд шел, а ходили редко почему-то, поезда первые-то, и тихо. А сзади, всегда на последнем вагоне, последний вагон был с переходной площадкой. И там сидел сопровождающий. Он одетый так, плотно, хорошо одетый. И почему-то считалось, их надо дражнить. А дражнить надо было, свою фуражку зубами вот так взять и вот так махать. А он грозит тебе. Вот это запомнилось. И когда только поезд идет, мы за столб вот так ухватимся и стоим, чтобы не засосало. Ну а столб-то не рядом стоит. Он в стороне, дорога, а потом через дорогу шоссейную столб стоит. Веришь всему. Почему? Ну, сказали так. Вот это называлось Редькинская заимка, Редькинский пруд. Но когда мы пасли, только в самом конце, все прорвано было. Сейчас надо пойти поискать тут. А дальше мы пойдем на свое. Там кто-то пашет. Осень. Чисто нынче. Осень удивительно. Уже не бабье лето. Не знаешь, как и назвать его. Дедушкино лето. Там, кажется, третий он, ямка где-то видится. Тоже есть. Но главное, это вот под домом. Тут у них и птица. Отец говорит, много гусей держали. Пришли, все отняли. И самих убили. Но это официально уже было. Грабь. Награбленного нету. Своё. Своим горбом. Такие, чтобы в одну ночь, как Щубайс, проснулся, или Абрамович, или Березовский. Этого не было. Никто не знал. Через богатство не было разделения на русских, на евреев, на татар, на цыган. Не было. Хорошо работают. Давали каждому рассказывать, как голубей держали. Выйдут, сыпанут. А голуби отовсюду сыпятся. Но это я испытал. Я им там даю, знаю. Вот какие мои воспоминания. Вот какое бы место ни пришел, Все помню. Помню, здесь у меня был змей. Змей спрятанный. Запускать в небо. Вот тоже маленький. Хотелось посмотреть, как суслик летает. Привязал, чтобы суслик на хвосте поднялся. Тоже всякого хватало. Ну что, пойдем на ту сторону. Посмотрим. И вот здесь я говорил со слезами о прошлом. Все это заснято в фильме. Вот мы сейчас сходили и нашли. Там машина, кажется, идет, да? Ну да, где-то да. Если машина, она нас увидит. Она подъедет сюда. Она никуда не проедет. Другого пути у ней нет. Если она там поедет, то только к сену. Ну там вряд ли она пройдет. А если мы сюда спустимся, то мы ее уже не захватим. Надо маленько переждать, когда она пройдет. Увидеть, кто такой. Все перед Богом. Поэтому наши воспоминания не как у городского. Вот на этой остановке. Вот там-то было. У нас нигде. Везде мы ходили. Я читал какую-то книгу, там, Житкова, кажется. И он говорит, как правильно ходить. Надо на пятку наступать и перекатываться. Правильно люди не умеют ходить. Даже те, которые много ходят. И те правильно не ходят. И называют этих почтальонов. А я читал, лежал здесь где-то, читал и думаю, а почему не пастухи? Но часто подумал, пастухи, до полдня лежишь. Завернул, пока что ты прилег, лежишь, книжку читаешь. А этот-то идет от дома к дому по этажам. Ну вот такое было мнение, что пастухи много ходят. Ничего не видали где-то. Ну, наверное, нету. Пойдем. Господи, помилуй, благослови всех этих людей. Но сами верующие упокоят в Царствие Небесное. Господи, у талиб печали тех, которые не винно ограблены, задавлены, пленены, терпят бедствия христиане в Сирии. И всюду, где преследуются дети твои, утешь их твоим присутствием. И врагам прости, обрати, наставь на путь истины. Благодарю тебя за детство, за родителей, за жизнь, которую дал ты через родителей. Слава тебе. Благодарю за братья и сестер, которые окружают ласкою своей. 54 года назад ты дал мне в руки Евангелие. Ты изменил жизнь мою, душу мою обратил, омыл кровью твоей причистой Голговской. Слава тебе. Благослови, Владыка, окончить эту жизнь по твоему благоволению. И врагам все прости, благослови их. Не дай им погибнуть, ибо все это временно и приходит к концу. Вон бежит какой пояс, посмотри. С какой скоростью один другого тащит. Слава тебе, Аминь. Ушли. Пойдем сюда. Ушли.